друзья всем большой привет в сегодняшнем видео мы с вами будем делать нитяное крепление головы и тела нашей игрушки вы сейчас видите перед собой два маленьких зайчика это мой мастер-класс мастер класс называется зайчик изюмчик кто еще не вязал такого зайчика а хочет для себя здесь я вам в подсказках оставляю ссылочку и также оставляю ссылку вам внизу под этим видео куда вы сможете перейти и также связать для себя такую игрушечку зайчик у меня связан из тоненькой плюшевой пряжа можно вязать из толстого плюша можно вязать именно по этой схеме любой разной ниточкой которая вас есть или которая вам нравится значит зайчик изюмчик мы вяжем вместе полностью все то есть все детальки наполняем его наполнителем и также я в этом мастер-классе вам показываю как сделать нитяное крепление ножек как сделать нитяное крепление ручек мы с вами собираем мордочку пришиваем ушки то есть собираем полностью всю игрушку там мастер-классе это все показано в этом видео я вам покажу как сделать именно нитяное крепление головы и тело так чтобы у нас поворачивалась голова в разные стороны как мы хотим видите то есть она вертится по кругу вот так то есть должен у нас получиться такой классный малявочка и также здесь хочу еще сказать на такую вышивку также видео есть уже вы сможете посмотреть на канале если вам понравилась такая вышивка тоже можете вышивать она есть разная любая я показывала вам как делаю это именно я вот значит теперь значит тут у меня тут у меня есть связаны все детальки для этого нашего изюмчика вот есть ушки ножки ручки это я все уже буду делать так же как я делала и мастер-классе изюмчика вам сейчас покажу как я делаю нитяное крепление вот тело и головы так чтобы у нас голова красивенько поворачивалась вот такую вышивку мы с вами вышивали также видео есть перед тем девочки как мы станем с вами делать это нитяное крепление я оставила кончики то есть в мастер-классе показано именно так потому что там я пришиваю голову к телу здесь чтобы нам сделать нитяное крепление вот этим кончиком ниточки нам нужно будет сейчас закрыть голову и закрыть тело так чтобы этого не было видно вот этой дырочки и для этого вам нужно достаточно хорошо добавить сюда наполнителя чтобы тут не было такой пустоты так вот ну и конечно чтобы он прям сразу же не вылезал чтобы мы могли вот тут хорошенько это все дело закрыть как я это делаю вот этим же кончиком который мы оставляли я подхватываю не целый столбик а только полустолбик вот от шейки так подхватываю и тут чуть-чуть подтягиваю не сильно чтобы не разорвать дальше снова еду 2 захватываю так полустолбик тоже слегка подтягиваю вот здесь пальчиками тоже можно вот так себе поправить чтобы нам было более легче сделать снова захватываю и чуть подтягиваю вот нам нужно закрыть эту дырочку так подтягиваю я просто обрезаю потому что тут у меня чтобы не сыпалась ниточка вот что легче прошло и тут вот так как это тонкий плюш я боюсь чтобы у меня ниточка не разорвалась я просто продеваю иголочку и делаю таким образом то есть накрест а просто чтобы она хорошенько вот тут у меня закрылась эта серединка ставлю сюда потом сюда так и вот сюда значит вот тут нужно будет еще раз сейчас если вот пройдет обрежу чтоб она мне не мешала и чтобы тут у нас тоже все было ровненько вот и просто вывожу эту ниточку здесь этот конец я обрезаю и у нас должна получиться вот такая плоская вот здесь часть чтобы она не было не была такая выпуклая а именно ровненько я плоская вот такая часть так значит здесь мы это дело закрыли теперь точно так же тут значит вы делаете вот так палочкой смотрите оставила вам специально чтобы показать вот это место видите вот его тоже нужно чуть-чуть здесь подверг будет сейчас добавить наполнителем так вставляю тот же вот кончик от тела уже и тоже стараюсь закрывать так и вот подтягиваю слегка и так как у нас уже здесь закрывается вот эта серединка мы можем взять еще буквально чуть-чуть тоже не так чтобы тут выдувалась да это часть шеи и сюда немножечко еще вставляем наполнитель теперь мы можем аккуратненько поправить чтобы его не было видно теперь мы можем дальше продолжить закрывать так как я вам не показывала на голове если вам ниточка где-то здесь вот рвется вы можете вставить другую вот так как у меня сейчас видите она вот тут уже разрывается значит я вот здесь вот это что мне мешает так вот где-то если там наполнитель его можно подрезать тоже сейчас постараюсь так как это тоненький плюш я боюсь чтобы у меня тут ничего не разрывалась я делаю лучше таким образом вот закрываю эту серединку закрыли сейчас чтобы я что-то тут рисовала лишние вот так и тут нам нужно будет сейчас крепить голову значит мы смотрим чтобы наша голова стояла ровненько вот так как мы хотим можем поставить вот так цветочки на сторону но наши лапки еще не забываем что буду тут крепится так значит можем сделать вот вышивку чуть-чуть и по центру чуть-чуть и на сторону чтобы она тоже была видна то есть вы должны приложить голову именно вот так ровненько не вот так на сторону потому что она прям сразу будет падать а именно по центру вот ставим приблизительно вот так чтобы было все ровненько и для этого девочки смотрите еще такой нюанс что немаловажно у меня есть прочная ниточка да то есть она вот выглядит вот так уже не раз я вам показывала в точке она может быть любая самое главное когда вы вот берете свою ниточку и вот так крепко 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 вот ее тяните вот видите тут даже пережимает палец то есть ее очень трудно разорвать вот и тем более даже если это маленькая игрушка я вставляю два сложения то если там чуть-чуть побольше можно в четыре вставить вот так же на маленькие игрушках это можно делать зубной нитью очень тоже хорошо подходит и еще смотрите я вам показываю для примера я тоже буду пробовать таким но сейчас вам показываю просто ниточка вот так она выглядит я взяла себе вот тут сколько три-четыре метра на пробу это такая резиновая нить она очень очень похожа на зубную нить только она потолще но я думаю вы можете отличить что зубная ниточка вообще очень тонюсенькая вот она прям очень и очень сильно тянется но девочки это просто нереально ее разорвать я не верю вот насколько я ее сильно крепко тянул смотрите пережимает пальцы видите но она не разрывается значит если у вас есть возможность может где-то у вас даже дома есть или вы видели такое в магазине для маленьких игрушек тоже можете себе купить вставлять в 2 4 ниточки и тоже делать такое крепление так это я вам сказала сейчас так как игрушечка у нас маленькая вы можете для этого еще например взять такую иголочку вот смотрите вот допустим примерно вот как большой палец то игла то есть она вам подойдет но так как я вам сейчас буду показывать что вам это было лучше видно я взяла иголочку чуть побольше тут по моему есть 15 сантиметров для примера что вам лучше было видно значит что я делаю я вставляю вот смотрите в сам центр вот тут у меня идет как будто 6 столбиков в кольцо я вставляю в сам центр так убеждаемся в том что она идет ровненько все вставляю в центр и вывожу смотрите не прям сюда в центр ну то есть утяжки есть разные способы я вам просто показываю на примере как я вот это поняла для себя я вот так делала мне очень понравилось во первых это очень удобно и легко и быстро можно сделать смотрите даже если у вас будут пришиты ушки тут уже и вы только потом будете это делать да например вы пришили ушки оформили сначала голову вы можете это сделать тоже и под ушками смотрите я не ввожу вот тут в колечко вот 6 столбиков а вывожу где-то вот сюда чуть-чуть показываю вам на примере значит я вот так вывожу сюда но чтобы она была вот ровненько да вот тут у меня идет центр я чуть-чуть сбоку перемещаюсь вот вывожу этот конец у меня остается здесь теперь я не делаю вот так до вставляю сюда и иголочку я веду под нашей вязкой до захватываю только вверх наполнителя значит моя игла сейчас будет обнимать только только наполнитель вот значит если я тут вставляла я теперь вот сюда вывожу так ну тут у нас есть лепесточек примерно вот вывожу сюда игла у меня под самым верхушкой под самой верхушкой именно самого полотна вывожу и теперь я вставляю в то же самое место и и иду прям вот сюда сюда где у меня есть где я только уводила видите и теперь вы пробуете чтобы вот эта ниточка она у вас ходила туда-сюда потому что если вы попадете кончиком иглы на эту нить вам не удастся это затянуть она будет делать ступор и это будет мешать мы выводим эту ниточку здесь у меня сразу же идет такой большой достаточно обхват она держит наполнитель и заодно голова не будет садиться здесь у нас ничего не прижимает к вид сверху и точно также снизу ничего не будет прижимать так этот кончик я оставляю дальше точно также я увожу сейчас эту ниточку в центр тела так где я хочу видеть ну пусть будет даже вот так там у нас еще будет лапка вот где-то тут значит я увожу вот сюда сам центр вот увожу вот сюда немножечко на сторону так и делаю то же самое подхватываю вот так сквозь смотрю чтобы было ровненько чтобы она потом где-то у меня не перекрашивала тело не косила так видите значит ниточка у меня под самым полотном но она обнимает наполнитель вставляю точно сюда же только чтобы мы не прокололи ниточку вставляю в ту же дырочку и иду прям сюда где я уводила в тело вот смотрю чтобы ниточка у меня ходила вот она ходит видите замечательно так теперь я вывожу сюда тут я буду сейчас подтягивать так значит я подтягиваю тело и подтягиваю голову вот чтобы она не болталась вот смотрите видите я подтянула у меня голова никуда не не западает ни туда ни сюда она держится ровненько значит вы подтягиваете голову и этой ниточкой вы подтягиваете тело голове вот теперь сейчас еще будем подтягивать когда будем писать узелочек значит иглу я пока что держу потому что нам нужно будет ее и так прятать вот смотрите я завязываю тут узелок но я этой ниточкой еще подтягиваю вот чтобы у меня голова ровно и прям плотненько плотненько съела на теле так перекручиваю немножечко там раз-два да и здесь еще вижу узелочек вот еще раз той стороны вяжем чтобы узелки не были на одной стороне если они там будут то голова немножечко вот так на сторону будет падать вот поэтому мы завязываем эти узелки стой и с другой стороны сколько вот вы посчитаете это уже у меня будет 4 вот так крепко крепко так завязали теперь я стараюсь этой иглой вот так приподнимаю тело вкалываю где-то там вот нахожу место в тело чтобы нам просто вывести эту нить так несколько раз вот сколько вам позволяет сколько у вас кончика осталось выводите здесь обрезаем и точно так же я вставляю вот эту ниточку я ее вот так иглу делаю под не спрячу и вывожу вот голову чуть-чуть еще слегка можем подтянуть это же делаю такие переплет этом в середине все признаем лишнее теперь хочу вам показать вот насколько это у меня получилось смотрите голова поворачивается куда вы только хотите в разные стороны видите сейчас я еще то делаю ушки пришью лапки все сделаю тогда вам покажу готовый результат нашей зайки но вы уже можете видеть что голова наша отлично двигается здесь все плотненько держится вот вокруг шейки и здесь как видите у меня ничего не прижимает на голове и здесь абсолютно ничего не прижимает по низу тела так что вот так получается ну что друзья давайте посмотрим как у меня все получилось вот я уже лапки до сделала нитяное крепление ручки наши ушки здесь у нас сзади есть хвостик но нас более всего интересует в этом видео это посмотреть как у нас двигается голова значит пожалуйста можете посмотреть в ту сторону в ту сторону да как мы только хотим она у нас поворачивается в разные разные стороны вот нужно все хорошенько вот так аккуратненько подправить это чтобы вот ручки наши были вот не просто они торчали в сторону а именно вот так мы ближе к мордашки до наши ножки вот ушки которые немножко спадают на мордашку вот можно вот так поставить и получается у нас такая лапочка как видите какие малявки так поверни головочку вот сюда вот к этому зайчику а ты тоже повернись сюда к этому зайчику а вот получается такие нежные малыши надеюсь что вам понравился этот мастер-класс если это так ставьте пальчик вверх поддержите меня комментариям буду вам за это очень благодарна всем желаю удачи и пока